Важным этапом в освоении полученных в течение нескольких лет теоретических знаний в среднеспециальных и высших учебных заведениях является практика, где студентам предоставляется возможность проверить свои знания и навыки. В связи с этим руководством профессионального педагогического колледжа совместно с гимназией номер 2 было решено провести для студентов открытый урок с учащимися младших классов, в процессе которого заслуженный учитель Российской Федерации Лидия Хашимова поделилась опытом работы с будущими специалистами. Тут на разные темы. Последние 4-5 тем. По 5-6 примеров дали. И потом уже я вижу, на какую тему не усвоил ребенок примеры. Вот этот вид он хорошо без ошибок написал, а этот вид примеров он плохо написал. Значит, я должна работать с этим видом примеров. Это очень удобно. Потом еще они удобны. Даже бывает у нас рисовали. Нарисовал ребенок, очень красиво оценила, показала. Все, и сидит ребенок без дела. Я раз карточку даю. От будущих учителей начальных классов в данном случае зависит многое. Эта профессия одна из ответственных и трудных. Ведь на нем лежит ответственность за совершенствование молодого поколения. Он также должен уметь слушать, петь, танцевать, грамотно и убедительно, простым и понятным детям языком выражать и доносить мысли. Как отмечает педагог колледжа Элла Юсупова, талантливый педагог всегда знает способы, как превратить серьезное занятие в занимательное, провести урок так, чтобы ученикам не было скучно, как показывает это в своей работе Лидия Хашимова. Для того, чтобы показать методы, методики, чтобы они увидели работу более компетентного педагога, на котором дети абсолютно справляются со всеми заданиями. Я думаю, это необходимо увидеть студенту, который учится на четвертом курсе, в теоретическом курсе, пока он в скором времени пойдет заниматься этой деятельностью. И мне кажется, что наши студенты очень многое переняли в виде совладения сегодня на уроке. В работе учителя важно не просто чему-то научить детей, а суметь сделать учение активным процессом, привить ребенку тягу к получению знаний. Присутствующим студентам были показаны различные методы и образовательные программы, используемые в процессе обучения и воспитания детей. У нас сейчас происходит производственная практика, где мы обучаемся у более взрослых и опытных педагогов таким методом и программам, как нужно обучать и воспитывать детей, а также как нужно обращаться с программами, как нужно создавать презентации и таким же элементарным вещам, как нужно заполнять журналы, дневники и прочее. Также Лидия Хашимова провела мастер-класс, где обратила внимание студентов на личностные качества, необходимые учителю. В первую очередь это склонность к работе с детьми, высокая степень ответственности, терпимости, целеустремленности и требовательности к себе и другим. Говоря о профессиональной компетенции, педагог должен уметь организовывать свою деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, использовать различные технологии. Царема Хайбулаева, Магомед Тимирсултанов, информационная программа «Пульс».